чего может стоить одна дорожная яма и в чем измерять суммой за ремонт автомобиля месяц два-три ремонт подвески а если цена убитой дороги человеческая жизнь мы вызвали скорую там три километра до деревни а в объезд 14 но к сожалению не спасли и умер отец и как такую потерю вообще можно соотносить со стоимостью асфальта 220 рублей за тонн заделать ямы дорогого стоит недостаточно было финансирование чтобы залатать дыры на дорогах как заполнить дыры в бюджетах прорабатывается вопрос и привлечения дополнительных средств и в этом году так вот чего может стоить одна дорожная яма каждый назовет свою цену но и водители и службы сойдутся во мнение дороги белорусская олимпийка магистраль от бреста до орши более 600 километров дороги на нашей территории и часть международной е-30 с одной стороны до берлина с другой до москвы вот уж казалось бы где точно должен быть образец дорожного покрытия но лихачить на маршруте с препятствиями приходится уже в паре километров от минска до борисова еще более-менее а вот начиная вот отсюда весь ямки которая там если колесо пройдет 462 километр там как раз в борисово вот это закрепление заделывают ну такое ощущение что вместе со снегом тает и асфальт ночью невозможно ездить постоянно все глаза проглядишь чтобы не вскочить в ямку трасса м-1 от бреста до минска и обратно для федора шевчука маршрут рабочий в день наматывает до полу тысячи километров груз перевозит хрупкий стеклопакеты но беспрепятственно проскакивать по ямам позволяют большие габариты да и водительский опыт удальнобойщика уж больше 40 лет вдоль и поперек обкатал и беларусь и зарубежья когда столько у руля и никакие карты не нужны дороги знаете без навигатора а такие вот самые опасные участки тоже в голове держите когда ездите вот по той же м-1 до бреста лучше намного в основном здесь вот плохой асфальт вы же сами видите ямка на ямке это при том что м-1 для больших грузов в отличие от легковых дорога платная принцип простой кто асфальт портит тот за него деньги и вносит как попортили видим а ремонт где дорога платная то есть с финансированием вопросов быть не должно вот какие сегодня проблемы есть в том чтобы заделать ямы на вот участке м-1 если вы думаете что то оплата которая взимается за проезд по м-1 и и достаточно для того чтобы отремонтировать эту дорогу вы глубоко заблуждаетесь вот у вас легковой автомобиль вы платите за год 160 рублей я вас выведу то что за ваши 160 рублей сделано я покажу просто нужно соотносить вот именно стоимость работ по ремонту дорог с тем что мы платим за допуск транспортного средства то что пользователи платят за проезд но вопрос чем ремонт финансирование конечно ремонт выполняется ровно в пределах тех сумм которые республиканский бюджет выделяет на эти цели мы всего обслуживаем три с половиной тысячи километров дорог и говорит так что все деньги должны уходить именно на трассу м-1 это неправильно во сколько обходятся дороги математический расчет на один километр необходимо почти тысяча тонн асфальта стоимость одной 220 рублей протяженность м-1 примерно 620 километров перемножаем выходят на всю магистраль почти 140 миллионов только расходного материала полная стоимость работ десятки раз больше хотя всю трассу перестелать и не надо тем не менее на ремонт приходится искать дополнительные средства на уровне совета министров прорабатывается вопрос и привлечения дополнительных средств и в этом году если все сложится нормально все предпосылки для этого есть то в этом году нам удастся отремонтировать 109 километров а что пока ездить и не жаловаться нет здесь у водителей свои права если глубина ямы больше пяти сантиметров и в диаметре 30 на 30 случае дтп вы смело можете судиться с дорожниками но из практики водителей и более мелкие ямы доставляют свои хлопоты все же они не так заметны как крупные чтобы объезжать каждую а как выкручиваться на автомобиле если вся дорога как решеток такая ведется м1 в борисов считается объездной для фур но и легковые ездят часто тут по улице дюмина и рынке и магазины и мясокомбинат там дороги нет там яма на яме если там ночью лучше объехать через строителей сюда лучше нет сильно трудностей ну она не предоставляет попадать в эти ямы трудности и предоставляет мне ремонт машины объезжаешь эти ямки и можно создать аварийную ситуацию то есть легко потому что не хочешь бить свой автомобиль и об этой проблемной улице дорожники знают но дескать бюджет не резиновый вот и оттягивали уже некуда уже все надо улице делать и вот буквально я думаю что где-то уже в апреле мае мы эту дорогу уже сделаем почему не взялись раньше говорят другие улицы были в приоритете только вот преображение заметили не все водители в борисове единственная дорога еще гарина вот строится на это живое более менее остальное все то ямки то лежачие полицейские но на лежачие полицейские деньги есть на ямки нет что печи которые там возле стадиона тоже ям но везде вот от кольца до стадиона новая дорога она разбита в хлам но даже эта дырявая дорога от борисов арены к военному городку печи не худший образец покрытия тут она хотя бы есть дорогу в деревне айнаровича под логойском сумерке только красят видно меньше из-за такой ой вот дороги я меняла уже трижды подвеску в машине на улице центральной вода камень не точит а топит дорогу рассказывает екатерина хондогина еще в 60-х местные прокладывали сами собирали по камешку оказалось ненадежно родник пробивается и превращает дорогу в болото а зимой разве что на ледоколе проехать можно мы к вам екатерина признаемся тоже шли пешком потому что по этой дороге лично мы с нашим водителем не рискнули ехать как ездить местно мы сколько раз звонили на 115 обращались и в местные власти чтобы хотя бы расчистили что говорят службы ожидаете чем обошлось такое ожидание для семьи екатерины хондогиной вспоминает с горечу утраты в конце 21 года умер отец мы вызвали скорую и все знали ту дорогу которая через поселок через проселочную дорогу там три километра до деревни а в объезд 14 обычно же каждая минута дорого но к сожалению не спасли из думаете возможно если бы все таки дорога была бы конечно на это тоже склоняюсь вот и ведь жизни может стоить каждая дорожная яма если станет причиной серьезного дтп но если объективно мы привели лишь примеры плохих дорог до проблемы существуют местами критические но не все такие да и работу над ошибками проводят мы уже показывали вам проблемные участки на дорогах по улице темирязева в минске сейчас такие крупные ямы как эту возле светофора заделали но справедливости ради сколько бы мы не общались с водителями все твердят за этим города поменьше там хуже мы конечно все плохие дороги в стране как бы не хотелось не снимем но ведь и не пришлось бы если бы службы просто вовремя делали свою работу а сейчас особенно когда на проблему обратил внимание президент работают все ведь видим проезжая на машинах и днем и ночью чтобы фраза дороги дороги и для водителей и для самих служб больше не звучало иронично по дорогам проехались владислав бундарь алексей петров илья максимов иван мартынович и михаил тихонов в главном эфире да и и и и и